МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Развитие жилищного строительства в Чувашской Республике, состояние ипотечного рынка, а также производство стройматериалов в условиях импортозамещения. Эти темы обсуждались сегодня в Доме правительства. Михаил Игнатьев провел совещание с руководителями организации строительного комплекса. В начале совещания временно исполняющий обязанности главы Чувашии сообщил о поручении президента России Владимира Путина касательно подъема Чебоксарской ГЭС. Обеспечить совместно заинтересованными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организациями разработку и утверждение плана графика мероприятий по завершению строительства Чебоксарской ГЭС. В том числе отразив в нем этапы, сроки, ответственных за их реализацию должностных лиц, а также объемы и источники финансирования. О результате их исполнения плана графика докладывайте раз в полгода. Доклад 1 октября 2015 года. Лед тронулся, считают специалисты. И очень важный для республики вопрос получит логическое завершение. Затем перешли к основной теме – развитию жилищного строительства в республике. Это один из важнейших секторов в структуре экономики Чувашии. Здесь создается около 10% валового регионального продукта. Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, в строительном комплексе пока сохраняется положительная динамика развития. В первом полугодии 2015 года выполнена работа по виду деятельности строительства на сумму 16 миллиардов 600 миллионов рублей. В первом полугодии 2014 года данный показатель составлял 16 миллиардов 300 миллионов рублей. Объемы жилищного строительства составили около 289 тысяч квадратных метров жилья или 116% к аналогичному периоду прошлого года. Порядка 70% жилья построено именно организациями-застройщиками, то есть вами. И объем строительства жилья, которому увеличены практически корни прошлого года на 131% и составили 200 тысяч квадратных метров жилья. Что касается импортозамещения в стройиндустрии, то в этом плане тоже есть результаты. Строительные материалы, выпускаемые в Чувашии, пользуются спросом и за пределами республики. Например, продукции предприятия «Экоклинкер», а это сборный монолитный железобетон, заинтересовались в столице нашей страны и в регионах. Мы занимаемся строительством параллельно на сегодняшний день аж четырех заводов. Из этих четырех заводов, это производство клинкерной плитки, мы в прошлом году запустили. В октябре на сегодняшний день уже полностью на 100% мощность вывели. Имеются все договора и стабильно все эти плитки, как называют импортозамещения, ибо до сегодняшнего дня все это завозили за рубежа, практически который в два раза дороже. Мы это на сегодняшний день производим и продаем. В республике есть и другие возможности. У нас современный завод строительной керамики, который выпускает облицовочные кирпичи разных цветов, от темно-коричневого до светлых цветов, потому что у нас сырье хорошее. Если строить чисто из обожженного кирпича, простого кирпича, они должны быть не менее 1,8 метра. Понимаете, да? А вот мы 50-50 сантиметров от нашего блока заменяют. Вот эти порезованные блоки, они у нас самые лучшие, не только, наверное, в Приволжском федеральном округе, даже не знаю, и по Российской Федерации, я не знаю, лучше блоков. Наши блоки возят на Урал, привозят с федерального округа, все у нас регионы, все у нас берут, потому что они даже не бьются, при перевозке не бьются. Что касается государственной поддержки граждан, желающих приобрести жилье или улучшить свои условия, то все меры сохранены. Из бюджета на эти цели выделено около 3 миллиардов рублей. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. 16 августа столица Чувашии отметит свое 546-летие. О том, как пройдет День города 2015, говорили на заседании Оргкомитета по подготовке к празднику. День города чебоксарцы отмечают каждый год, и каждый год хотят на праздник что-нибудь новенькое. Организаторы говорят, и новенькое будет, и о том, что уже стало традицией в День города, не забудут. Мероприятий запланировано так много, что в пару праздничных дней не уложимся. Отмечать город начнет с первых чисел августа. В прошлом году девизом праздника стал слоган «Чебоксары – город твоих побед». Его пока решили не менять. Город таки заслужил. Чебоксары стали центром международных событий, добились высоких результатов по многим направлениям и во многих сферах деятельности. Наши предприятия выпускают продукцию, которая пользуется спросом во многих регионах России и за рубежом. Наши спортсмены и талантливые дети занимают призовые места в международных фестивалях и соревнованиях. И, конечно же, Чебоксары – это город побед. Поэтому брендом «Дня города 2015» предлагаем слоган «Чебоксары – город твоих побед». Утренняя зарядка со звездой, свадебный парад, фестиваль «Истенок», творческий бульвар и многие другие полюбившиеся горожаны мероприятия уже включены в программу. За несколько дней до праздника в небе над Чебоксарами периодически будет раздаваться грохот. Жители просят не пугаться – это стрижи будут разведывать местность перед выступлением. Стрижи прилетают, отработать надо интересно. Уже подтверждение пришло, подтверждение подписанное. Михаил Васильевич Игнатьев согласовал с министром обороны Шойгу. Глава города отметил, в прошлом году чебоксарцы жаловались, что наблюдать за пилотажной группой пришлось там, где их застало выступление. В этот раз совместно с правоохранителями планируется подготовить специальные площадки. Кстати, летать в день города будут не только истребители. Одно из новшеств этого года – фестиваль самодельных летательных аппаратов. И еще из новенького – если позволит погода, в городе заработает кинотеатр под открытым небом. Сейчас план мероприятий примерный. Скорее всего, он еще неоднократно будет меняться, а так скорректировали его прямо на заседании. Леонид Черкесов предложил провести фестиваль «Чебоксарская рыбалка» и отметил, неплохо бы и фестиваль «Ухи» заодно организовать. Из того, что уже точно известно, салют будет. Первые залпы раздадутся в 22 часа. До этого на главной сцене праздника начнется концерт «Звезды». Кто это будет, пока тайна. Работу городского транспорта продлят до полуночи. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, «Республика». В «Республике» продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта создания туристко-рекреационного кластера «Этническая Чуваша». Напомним, что в него входит создание экопоселения «Ясна» в Чебоксарском районе и комплекса «Амазония» в парке «Пятисотлетие Чебоксар». Сегодня заседание рабочей группы по реализации проекта провел Михаил Игнатьев. Разговоры о строительстве комплекса «Этническая Чуваша» ведутся с 2006 года. Фактически финансирование началось в 2013. Общая стоимость туристко-рекреационного кластера составляет почти 7,5 миллиардов рублей. Из них полтора миллиарда федеральные средства. В этом году республиканский бюджет уже получил 550 миллионов. За счет этих средств планируется создать всю необходимую инфраструктуру комплекса. Строительство туристко-рекреационного кластера предполагает увеличение туристского потока в Чувашскую республику за счет реализации проекта более чем в три раза. От 250 тысяч до почти 748 тысяч человек в год. Увеличение общей площади объектов гостиничной инфраструктуры на 24 086 тысяч квадратных метров. Увеличение количества дополнительно созданных койко-мест в коллективных средствах размещения на 950 единиц. Увеличение количества дополнительно созданных рабочих мест на 1614 единиц. На территории Амазонии в парке 500-летия уже завершается создание системы электровода и газоснабжения. Ведется строительство гостевых домов в этноэкологическом поселении Ясна. Параллельно формируется и обеспечивающая инфраструктура. На 2014-2020 годы предусмотрено средство в размере 248 миллионов рублей. В данные средства предусмотрено на строительство дорог, дорожной инфраструктуры. Ведь на экологическом комплексе Ясна в размере 556 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета 52, а из местного бюджета 4 миллиона рублей. Работы на сегодняшний день начаты. Подряд организацией является Чуваш Автодор. Есть уверенность, что эти средства мы полностью освоим в течение июля-августа. Для того, чтобы действительно дорогу подготовить к эксплуатации. Участники совещания отметили, что сейчас наблюдается некоторое отставание от графика по строительству объектов инфраструктуры со стороны инвесторов. Обусловлено это разногласиями по поводу подготовки проектно-сметной документации. На сегодня инвестор ЗАО «Три Групп» затратил только 120 миллионов вне бюджетных средств, вместо заявленных 560. Трудности они есть. Нам нужны подтверждающие официальные документы со стороны банков. Потому что бюджетные деньги всегда контролировались и будут контролироваться. И я сказал, что последствия, чтобы не были увязаны с коррупционными, значит это самое. То есть мы средства вкладываем не туда, куда надо, а инвестор срывает все свои взятые обязательства. Это мне не будет она формироваться. Она уже формируется. Вы обязаны нам предоставить соответствующие подтверждающие документы. Михаил Игнатьев предложил инвесторам в 7-дневный срок предоставить все подтверждающие документы, что они в состоянии продолжить строительство. Также было решено подготовить проектно-сметную документацию выполнения работы в будущем, в 2016 году. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. В Чувашии с начала текущего года на свет появилось более 6,5 тысяч младенцев. Врачи-акушер борются за жизни даже не очень здоровых малышей. Но бывают ситуации, когда молодые женщины по разным причинам не могут иметь детей. В республике налажена работа кризисных центров. В клиниках есть врачи, занимающиеся вопросами искусственного оплодотворения. Насколько востребованы их услуги в Чувашии в нашем следующем сюжете. Беременность всегда являлась особым периодом в жизни каждой женщины. Но есть те, кому поставлен диагноз бесплодие. По оценке специалистов, каждая шестая семья не может иметь детей. Однако современная медицина в силах с этим бороться. В Чувашии вот уже более 20 лет работает отделение по лечению бесплодия. С 1992 года открылся городской чебоксарский центр «Семья», который занимался лечением бесплодия. И в 1995 году, в июле, родилась первая девочка в Чувашии, которая получилась пятым ребенком в России, полученным методом экстракорпорального оплодотворения. То есть наши врачи имеют огромный багаж знаний, огромный опыт теоретический и практический по лечению бесплодия. С помощью ЭКО в Чувашии уже родились более 2000 человек. Ежегодно из федеральной казны и из бюджета республики выделяются квоты на бесплатное экстракорпоральное оплодотворение. В этом году дали 625 мест. Не забывайте, что мы до ЭКО также проводим консервативное лечение, гормональное лечение. И люди беременеют еще на стадии лечения. Либо с помощью других вспомогательных репродуктивных технологий, которых тоже много. Но существует и другая сторона проблемы, когда женщины искусственно прерывают беременность. Печальные последствия таких необдуманных поступков – невозможность забеременеть. Этим вопросом в президентском перинатальном центре занимаются службы охраны репродуктивного здоровья. Профилактику проводить надо. И опыт работы кризисных центров по всей стране и в нашей Чувашской республике говорит о том, что каждую шестую женщину, пришедшую на прерывание беременности, можно мотивировать к деторождению. И опыт последних 3-4 лет, вот такой вот очень интересный опыт, говорит о том, что молодых мотивировать к деторождению проще, чем взрослых. Самый наш проблемный контингент по профилактике прерывания беременности – это возраст 20-29 лет. Перспективы рождаемости во многом зависят от здоровья будущих родителей. Поэтому уже стала системой проводить целевые медицинские осмотры молодежи на предмет потенциальной репродуктивности. Кроме этого, на базе больницы номер один в Чебоксарах планируют открыть республиканский центр подростковой медицины. Екатерина Абрамова, Татьяна Раевская, Александр Петров, Республика. В Чебоксарах было сорвано уничтожение 50-тонного контрафактного бульдозера. Утилизация столь крупной подделки могла стать беспрецедентным случаем в российской юридической практике. Кто и почему помешал событию свершиться, выясняла наш корреспондент Екатерина Маркина. Эта история началась около двух лет назад, когда уроженец Ингушетти совместно с двумя знакомыми собрал из двух старых тракторов один и незаконно разместил на нем логотип российского производителя спецтехники. Силовые структуры успели предотвратить отправку поддельного трактора к месту его работы, а мировой суд Калининского района города Чебоксары признал умельца виновным, назначил ему административный штраф и конфисковал поддельный бульдозер в пользу государства для дальнейшего его уничтожения. В данном мероприятии мы хотим показать и объяснить потребителям, насколько они теряют свою финансовую выгоду при приобретении контрафактных бульдозеров, сделанных из контрафактных запасных частей по поддельным документам. По мнению производителей оригинальной спецтехники, эксплуатация кустарно-собранной машины не только невыгодна, но и опасна для жизни оператора. Поэтому к утилизации контрафакта, которая была назначена на 13 июля, готовились с особой тщательностью. Однако свершиться правосудию помешали, как ни странно, тоже служители закона. Неожиданно появившиеся судебные приставы. По мнению правообладателей, незаконно размещенного торгового знака, такой поворот событий спровоцировал бывший владелец поддельного бульдозера. По нашему мнению, в связи с тем, что апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу господина Д, он решил использовать другой способ. И обратились в районный суд города Буинск, республики Татарстан, по гражданско-правовому спору. Я считаю, попытки господина Д просто затянуть процесс уничтожения этого бульдозера. В связи с тем, что бульдозер признан контрафактом, он изъят из гражданского оборота и не может быть рассмотрен в качестве предмета залога по любому спору в гражданско-правовых сделках. Компания-правообладатель намерена продолжить добиваться утилизации контрафактного бульдозера всеми законными способами и обещала информировать общественность о продвижении дела. Екатерина Маркина, Сергей Сахаров, Республика. Калининский районный суд Чебоксара вынес обвинительный приговор бывшему студенту одного из вузов и его беременной жене, которые занимались незаконным сбытом наркотических средств. Оперативники УФСКН Почувашии установили, что молодой человек неоднократно распространял наркотические средства в крупных размерах. Они решили, что данный способ весьма легок и быстр для того, чтобы разбогатеть. По версии следствия, роль мужчины заключалась в получении из тайников наркотиков дальнейших расфасовки и размещении в закладке для потребителей. С каждым разом объемы приобретаемой синтетики возрастали. Раненый молодого человека наркополицейские уже возбудили дело при совершении очередного преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, но его это не остановило. Он был задержан повторно. В ходе судебного заседания подозреваемые вину признали полностью. Суд приговорил мужчину к 10 годам 9 месяцам лишения свободы, а его подельницу к 4 годам и 8 месяцам. Глава Чувашии подписал указ о присуждении грантов для реализации творческих проектов профессиональных коллективов Чувашской Республики. Согласно указу, почти 3 миллиона рублей получит Чувашский академический драматический театр, Чувашский государственный ансамбль песни и танца и Национальный музей. Дополнительные стимулы получат коллективы, творческие коллективы, наши трупы, которые на самом деле свои идеи реализовали в эти уже реальные проекты, которые наши зрители увидят на наших сценах, в наших культурных учреждениях. В Батыревском районе продолжает работу Кокелевский пленэр. Сейчас мастерокисты создают свои картины на родине Алексея Кокеля в Тарханах. Но они уже успели побывать и в других городах республики. Сегодня с участниками пленэра встретился министр информационной политики и массовых коммуникаций Александр Иванов. Что запечатлели художники на своих холстах, узнавал и мой коллега Дмитрий Ковалев. Жительница Батыревского района Мария Зотова уже не первый год позирует участником Кокелевского пленэра. Чтобы помочь воплотить творческий замысел, женщине приходится по несколько часов сидеть на одном месте. Но что не сделаешь ради искусства. В этот раз ее портрет писали молодые художницы. Юлия Пастухова приехала в Чувашу из Харькова. В этом городе, говорит живописец Алексей Кокель, легендарная личность. Кокеля работы, рисунки, его висят на кафедре рисунка в Академии дизайна и искусств Харьковской. Нам показывают их как примеры не один раз. И я когда узнала, что поеду первый раз на Кокелевскую землю, мне было очень интересно посмотреть еще работы, посмотреть музеи работы, узнать все. И, конечно, очень интересно было услышать историю художника, что он здесь родился, побывать на этой земле и почувствовать этот дух. Участники пленера говорят, родина Алексея Кокеля – это простор для творчества художника. Живописные места здесь повсюду. Бескрайние поля, пчелиная пасека, старинный храм – все это становится темами их работ. За две недели они написали десятки картин. Художник из Чебоксар Николай Андреев решил увековечить на холсте дом, где когда-то располагалась Тарханская школа. Потому что деревня умирает потихонечку, и вот эти все старые дома, они просто уходят в никуда. А так как это, будем так говорить, для художников своеобразная мека, ну, как бы легендарный художник, вот, соответственно, хочется запечатлеть просто, чтобы осталось, и потомки видели, что вот была такая деревня в 2015 году. Белорусский живописец Владимир Чернышов пишет не только пейзажи. Его картины посвящены известному певцу Федору Шаляпину. Солист Большого и Малининского театров был знаком с Алексеем Кокелем. Моменты, когда, так сказать, они творчески общались, и это пенаты репинские, когда Илья Ефимович писал Федора Ивановича, возлежащим на диване, как греческие там патриции и римляне, вот он решил в крестьянском этом парне увидеть барина. Владимир Чернышов впервые участвует в Кокелевском пленере. Больше всего белорусского художника поразило, как развиваются чувашские села. Этой теме он посвятил одну из своих работ. Здесь гостеприимные люди, красивые места, природа очаровательная. И, конечно, встречает своих художников просто душевно, очаровательно, и мы стараемся быть достойными такой вот встречи, такого приема. Художники из других регионов и стран в село Тарханы приезжают уже девятый год подряд. Организаторы говорят, что пленеры, подобные Кокелевскому, помогают сохранить русскую художественную школу, которую ценят во всем мире. Его, значит, начали творчество развиваться на песке у лесничего Раубе, село Тарханах. Заметили его семья Раубе и увезли от районного парня учиться дальше. И вот с этого началось, мы начали изучать студентами, университетом, и пришли к тому, что надо провести пленер. И сегодня пленер для меня стал одним из таких мероприятий, которые проводятся в районе для развития не только экономики, культуры, но это развитие самого Баттерского края приглашением сюда многих художников. Пленер завершится 21 июля. В этот день в Тарханской школе откроется выставка работ его участников. Самые достойные картины займут свое место в музеях Чебоксар, Харькова и Минска. Минрик Ковалев и Андрей Шокрев. Республика. Сегодня на железнодорожном вокзале столицы Чувашии встречали поисковый отряд Чапаевиц. Ребята вернулись из Севастополя, где участвовали в поисковых работах. 250 дней. Столько длилась героическая оборона Севастополя. С 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года. Все 8 месяцев обороны города вошли в историю как самые трагические и героические моменты войны. Десятки тысяч солдат остались там навсегда. В окрестностях морского города постоянно работают поисковые отряды. И даже спустя 70 лет после Великой Победы продолжают находить останки защитников Родины. Чувашский поисковый отряд Чапаевиц выехал в Севастополь 30 июня. За время раскопок на линиях обороны обнаружили останки десятков бойцов. В основном из легендарной 25-й Чапаевской дивизии. Прибыли мы 2 июля. И уже 3 июля мы уже попали на 35-ю батарею на перезахоронение 71 бойца 25-й Чапаевской дивизии. Мероприятие было очень сильное в плане психологической нагрузки на ребят. Но ребята справились. Ведь каждый из мальчишек вместе с поисковыми камнями на своих плечах несли в гроб со ставками погибших. И их захоронили на пантеоне. Потом ребята посетили все места, где проходили бои 25-й Чапаевской дивизии. Участвовали в раскопках в микрорайоне Дергачи, где лежат тысячи, тысячи неподнятых солдат. Работа там в непочатый край. Так, буквально за 4 часа участники отряда выкопали ДОТ, то есть долговременную огневую точку, защищенное сооружение, откуда вела стрельба. Когда мы его начали раскапывать, он был в полностью заросшем состоянии. Были очень большие заросли, ежевики, очень много мусора, земли, камней. Позже нам устроили экскурсию и показали еще в окрестностях другие ДОТы пулеметные, склады с боеприпасами и разные точки. В составе отряда учащиеся школ Чебоксар и Новочебоксарска. А теперь им будет, что написать в сочинении, как я провел лето. И они точно не будут зевать на уроках истории. Ольга Пырочкина, Лена Алтухова, Александр Петров, Республика. Лето – это не только возможность отдохнуть, но и пора, когда можно чему-то научиться. В столице Чувашии проходит фестиваль «Танцующий город», в рамках которого чебоксарцы могут постичь азы танцевального мастерства. Как можно научиться танцевать в буги-вуги, узнавала наша съемочная группа. Научиться танцевать в чебоксарах теперь не проблема. Не нужно записываться ни в какие танцевальные студии. Каждую неделю лучшие танцоры и хореографы Чувашии готовы поделиться своим мастерством с жителями Чебоксар прямо под открытым.